Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне расстались Денис Баранов и Майя Донцова. Денис объявил, что он не может полюбить Майю и решил не мучить ни ее, ни себя. Также распалась пара Александра Вейса и Кристины Кеслер. Влад Кадони попросил Александра уйти с шоу прямо с лобного места. Для всех это было неожиданно, особенно для Вейса. Кадони сказал, что у Вейса слишком пассивная позиция, он не мог принять решение с самого начала пребывания на проекте. Кристина же осталась на Доме-2. Денис после расставания с Майей выразил симпатию Ире Пинчук, которая совсем недавно рассталась с Ваней Барзиковым. И Ваня тоже времени зря не теряет. Влад Кадони опубликовал видео в своем блоге, на котором Ваня флиртует с Мариной Мексикой. Кадони подписал это видео. Весь день выгоняю его из гримерки ведущих новостей. На Дом-2 приехала мама Таты Абрамсон, Марина Тристановна. В то время, когда Валера Блюминкрант таскал тату за волосы, женщина хотела прийти на проект и убить его. Сейчас же она души в нем не чает. Так же, как и Валера в ней. Парень относится к будущей тёще, как к родной. А на острове отметили день рождения Лизы Кордобовской. Ей исполнилось 24 года. В ближайшее время Лиза возвращается в Москву. Лиза обиделась и расстроилась, когда узнала, что Артур Ратнер и сёстры Качкарова общаются. Артур публиковал фото и видео с ними. Марина Мексика призналась, что очень скучает по острову. У Марины и у Саши Задойного разлад в отношениях. Саша не хочет переезжать в Москву, а Мексика не хочет ехать в Ярославль. А на острове она уже договорилась со Стасом Маугли. Он выразил ей симпатию и ждёт девушку. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко отдыхают в Корее. Ольга занимается любимым своим делом – шопингом. Дима же старается приобщить свою девушку к прекрасному. В то время, когда они были во Владивостоке, он водил её на концерт в филармонию. «Для себя я сделал вывод», – пишет Дмитренко. «Нам нужно чаще посещать культурные мероприятия и насыщаться культурой. Нам это идёт на пользу. Я покажу ей все свои любимые места, куда я очень люблю ходить – в театры, в музеи. Там собирается высший свет Дальнего Востока». Пока Глеб Жемчугов оформляет визу для поездки на Сейшелы, Ольга занимается вопросом развода. Ребята хотели подать заявление на расторжение брака, но попытка не удалась. Оказалось, что среда – неприёмный день, поэтому подачу заявления пришлось отложить. Поэтому вряд ли получится начать бракоразводный процесс до его отъезда. В сети ходят слухи об интимной связи звезды шансона Любови Успенской и бывшего участника «Дома-2» Джозефа Мунгале. Джозеф некоторое время работал в клубе «Эгоистка», частым гостем которого и была Любовь Успенская. Она его сразу заметила, он был её любимчиком. Бывшая девушка Джозефа Таня Кирилюк поделилась пикантными подробностями сексуальной жизни бывших любовников. Якобы Джозеф в красках рассказывал Таню, как они страстно занимались сексом. Аксению Бородино обвинили в воровстве. Дизайнер Бородина приворовывает не только идеи, но и полностью модели. Причём копирует она весьма дешёвую одежду, не замахиваясь на именитых модельеров. Видимо, вкуса у Ксюши совершенно нет, если она решилась на такое откровенное копирование. Сама Бородина оставила эту информацию без внимания и никак не комментирует. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.